Приветствую дорогие друзья, меня зовут Сакирка Александр и в сегодняшнем видео уроке мы рассмотрим, как создавать посттайпы. Для тех, кто не знает, что такое посттайп, быстренько рассмотрим. В общем, по умолчанию в WordPress есть два раздела, пост и пейджис. Данный раздел это и есть посттайпы. Если нам нужно создать новый раздел, к примеру, ниже мы видим Galeries, это и есть кастомный посттайп. Он уже добавлен в тему по умолчанию, как пример. Нам, допустим, нужно составить новые посттайпы. Сервисы, тестимониал, отзывы и так далее. Давайте рассмотрим, как это делать. В общем, открываем наш файл конфиг. Как вы помните, все настройки задаются именно в данном файле. Ищем функцию, что-то вроде getPostType, алифм getPostType. Вот она, али getPostTypes. И, как мы видим на примере, уже стоит массив для посттайпа Galeries. Мы его можем удалить, можем оставить, можем новый создать. Давайте создадим еще один для раздела сервиса. Сразу, наверное, на русском будем создавать, поскольку урок на русском. Далее, первое, это айдишник. То есть, если у нас сервисы, значит, айдишник у него будет services. Далее идет перечень параметров. В паблик оставляем true, меню position 20, это позиция в меню. Has achieved true. Supports. Supports это означает, какие параметры он поддерживает. То есть, параметры, которые он нам будет показывать на странице. Вот сейчас покажу на примере. В данном случае, картинку показывает, заголовок, дату. Вот как мы видим. Title. Thumbnail. Thumbnail отвечает за то, что данный посттайп поддерживает картинку. Да, future damage. И этот же future damage у нас показывается вот здесь. И далее, editor, то есть, данное окно ввода текста. То есть, три параметра. Если мы там Thumbnail уберем. То есть, давайте не здесь, а вот здесь, для gallery, поскольку он открыт. Уберем. У нас исчезнет опция загрузки картинки. Да, вот ее нет. Мы уже не можем выбрать future damage. Мы ее вернем, поскольку галереи нужен future damage. Далее, смотрим дальше. Show in a menu должно стоять true. Непосредственно имя. Имя нашего посттайпа. Пишем сразу на русском. Singular и multiple. Тут пишем service. Service в единственном числе. Multiple пишем в множественном числе. Service. Далее. Вот я немножко напутал, когда говорил вам про support. Support отвечает за модули на открытом посте. А вот далее columns. Columns и отвечает за отображение вот этой страницы. То есть, у нас columns написано first image. Данный параметр нам вставит сюда вот картинку, перевьюшку. Если мы его уберем, можем вообще columns убрать. У нас уже не будет картинки. То есть, не здесь, а в сервисе, поскольку мы ее в сервисах убрали. Постов нет. Создадим быстро тестовый пост. И картинку какую-то выберем. Отлично. И проверим. Все. У нас нету картинки. Я думаю, как правило, на сервисах не нужна картинка. Да, в админке. Мы ее и не вернем обратно. В принципе, на этом все, что касается добавления посттайпа в админку. Мы создали новый посттайп, сервисы. Единственное, что мы быстро сделаем. Из старых версий, раньше WordPress не использовал шрифтовые иконки, а использовал картиночки. И вот видите, для посттайпа Галлари фреймворк насильно вставляет иконку. Это дело можно убрать. Сейчас мы быстренько поищем, где это у нас сделано. По-моему, в файле к админ. Давайте откроем, глянем. Да, вот она функция Add Custom Econ for Post Type. Поскольку WordPress уже убрал эту опцию, мы вообще убираем всю функцию, очищаем наш фреймворк от мусора. Она нам не нужна. Сейчас проще. Можно открыть файл шрифтов, который поддерживает эти иконки. И во время регистрации поста позадавайте нужную иконку. Может быть, в другом видеоуроке я покажу, как это, если вам будет интересно. Напишите в комментарии. Давайте обновим и смотрим. Все, иконка исчезла. Отлично. Далее, что нам нужно далее? Нам нужно создать шаблоны. То есть, если мы не в админке, а на нашем сайте, хотим открыть страницу сервисы. Сервисы. И чтобы она была определенного вида. Во-первых, если мы сейчас пишем Services, нам ничего не открывают. Потому что я неправильно написал. Вот так. Но в любом случае нам выдает ошибку 404. Чтобы эту ошибку исправить, нам остается зайти в Permalinks и просто обновить страницу. То есть, таким образом, WordPress увидит, что мы создали новый посттайм. И сейчас, видите, у нас исчезла ошибка 400-400. И грузятся уже сами сервисы. Вот он наш тестовый пост, который мы создали. Что нам нужно сделать? Для того, чтобы создать свой шаблон для посттайпа Services, мы идем в корень фреймворка. То есть, грубо говоря, в корень нашей темы. И видим по аналогии для посттайпа Gallery. То есть, мы создали файлик Archive Gallery. Мы его скопируем. Только переименуем Archive Services. Ок. Надо добавить его. Все. Собственно, данный файл, это есть наш шаблон для непосредственно страницы Services. Допустим, если мы здесь что-то напишем, допустим, h1, h1, services, chief, patch и много BR-ов, чтобы мы сразу увидели изменения. Обновляем. Вот он наш архив. Если мы зайдем на страницу Gallery, на посттайп Gallery, у нас исчезнет. То есть, совсем другой шаблон. То же самое касательно SinglePage. То есть, SinglePage это открытая страница. Ищем Single, Single. Вот, Single. В общем, SinglePHP это отвечает глобально, допустим, за... Если мы не создали SingleServices, WordPress будет использовать файл Single. Если у нас есть SingleServices, SingleGallery, то для определенного посттайпа он будет брать свой шаблон. Если же у нас, в принципе, открытая страница одна для всех посттайпов, нам не нужно составлять кучу новых файлов, да, с названием посттайпа. Можем редактировать SinglePHP и использовать один файл. Что касается архивов, если архивы, в принципе, у нас одни и те же, хотя такое редко бывает, но бывает, нам аналогично не нужно составлять ArchiveServices, ArchiveGallery. Нам нужно редактировать файл Index.php. То есть, Index.php это глобальный файл, который отвечает за архив. Допустим, не знаю, нужно удалить или нет. Давайте все-таки удалим, и я покажу на примере. Удалить. И обновим наш сервис. То есть, у нас нет шаблона для страницы сервиса. Видите, но он нам подгружает индекс. А как нам убедиться, что это индекс, мы откроем индекс. И здесь напишем ItsIndexPage. И теперь у нас, по идее... Так, по идее, по идее... Где наш индекс.php? Ага, может я что-то напутал не индекс.php, а архив. Давайте проверим. А может быть я все-таки прав, но... Ага, да, я немножко напутал. Индекс.php это шаблон для страницы блог. А в принципе, для пост-тайпов глобальный файл это archiv.php. Извиняйте меня, хорошо, что мы проверили. А то так бы вы писали, писали, потом писали, что не работает. В принципе, на этом все. Вроде все рассказал, что касается регистрации пост-тайпов. Если какие-то вопросы возникли, пишите в комментарии. Я отвечу. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Жмите лайк, комментируйте. Пока-пока.